друзья всем привет всем привет сегодня мы заберем две машинки подобрали проверили и будем отправлять нашим подписчикам заодно и расскажем вам про них ну как всегда после этого посмотрим на цены на авторынка зеленый угол авторинок зеленый угол забираем замечательный автомобиль автомобиль как все догадались как все видели да гигар вагон от один из самых популярных кей каров и это тот самый как его можно назвать до биток битье чистый светлый аккуратный салон бонусом кита остались коврики но это ковриками с этого автомобиля то есть это думаю новый владелец их уберет отсюда ребят внимание пробегу автомобиля 35000 35000 километров это родной пробег на автомобиле то есть кто немножко в курсе до автомобильной ситуации все прекрасно понимают то что такой автомобиль с таким пробегом 35000 он будет стоить очень очень еще раз очень дорого данный автомобиль у нас не было автоподбора не было поиска этого автомобиля нам наш подписчик просто скинул ссылочку мы поехали посмотрели полностью проверили то есть мы увидели то что он был поджатый в морду сразу хочу сказать ничего глобального там не было ему был сделан фото видео отчет сзади тоже кстати коврики все ему рассказали нашли его в дополнительной базе подушки кстати это самое наверное главное да то что подушки автомобиля они были целые то есть они были не взорваны если подушки взорваны были однозначно я думаю этот автомобиль бы не купили кстати подписчику смотрели несколько автомобилей должен вагон и все они были по моему второй этот автомобиль первый был со стрянутыми подушками давайте еще раз посмотрите на переднюю часть автомобиля да все целое глобала не было никакого вот в данный момент вы видите на своих экранах да что было было с автомобилем то есть бампер решетка верхняя планочка это все поменялось не поменялся еще вот этот вот радиатор ну и собственно сейчас это вот состояние на в котором котором он сейчас все раз повторять ничего глобального здесь даже крылья не сорваны капот не сорван ничего это не снималось поменялось вот это вот планочки поменялся радиатор поменялся поменялся бампер все швы герметик все идет заводской лонжероны идут целая с правой стороны и с левой стороны тоже свои для целого тут друзья пробег пробег 35 тысяч камерой заднего вида в автомобиле установлена камера заднего вида у нас работает друзья ну говорит что-то о там работе мотора до о работе подвески с пробегом 35000 не знаю мотор работает просто идеально подвеска работает реально просто просто идеально то есть я учусь еду да такое ощущение что ты едешь на новом автомобиле японское качество но говорит говорит само за себя по подвесочке не постороннего не шума не скрипа не стука я не знаю там как это еще назвать сейчас печку надо отключить по ям с проедем его янки нас такие подвеска ведет себя идеально то есть она отрабатывает так как и должна отрабатывать у нас утром вечером уже холодно то есть по утрам одеваем куртки диван куртки днем солнце светит жара приходится приходится блин раздеваться вот такой вот замечательный автомобиль многие сейчас там будут писать вот купили битье подобрали битье ребят ну во первых мы не подбирали до машину мы просто проверили во вторых на фотографиях это ну честно слово это кажется то что она прям сильно так жареная влуплено по факту просто тупо поменяли вот этот планочку поменяли бампером все все остальное на автомобиле стоит родное кстати ребята стоит автомобиль 360 тысяч рублей едем в транспортную у нас тут конструктор тянет конструктора так сейчас надо куда-то прижаться вот так аккуратненько понимаю автомобиль не на ходу забираем очередной автомобиль в центральную часть россии это nissan leaf черном цвете без литья на летней резине небольшие нюансы по кузову присутствуют замена капота кстати камера заднего вида установлена замена переднего левого крыла ничего глобального ничего глобального сейчас поедем в транспортную компанию единственно как бы такой не очень не очень чистый салончик по поделением по остатку здесь у нас сейчас посмотрим да чую я чувствую я мы сейчас уедем ситуация значит такая продавец не зарядил автомобиль и у нас получается 0 километров то есть он у нас все заводится да сколько он протянет непонятно вкратце так показал автомобиль надеялись хотели сейчас снять его он давайте заглушим его вот заглушим поэтому я так понимаю сегодня в транспортную компанию мы на данном автомобиле не поедем расскажем про него чуть позже сейчас будем решать вопрос да вот с этим зарядку мы как с продавцом не договаривались договаривался обо всем сам покупатель для нас это была реально полная неожиданность поэтому продолжение будет так друзья в общем батарейка села не только на nissan лифт но еще и на телефоне значит продавец отказался до заряжать автомобиль автомобиль продавался стоял не на авторынке зеленый угол там бы такого наверно не было вот решили мы рискнуть поехать зарядить автомобиль у нас городе три или четыре зарядка приехали на одну из них дотянули туда но к сожалению зарядка не работает нашли его 20 до чем плохо да то что там не указаны телефоны зарядка стоит на улице нельзя позвонить узнать работает она или не работает поехали на другую на другую зарядку и по дороге короче говоря батарейка у нас села окончательно поэтому все машины данных практически все машины новые идут на вариаторе соответственно на вариаторе да там зашкорку нельзя взять и тащить поэтому взяли мы рабочий наш автомобиль на коробочке взяли трос взяли провода на всякий случай вот ну и сейчас сейчас подцепим и поедем я предварительно серёга где-то по дороге стал стоит на аварийках я предварительно уже съездил на вторую вот эту зарядку посмотрел убедился то что то что зарядка действительно работает это вот он набаля его должен стоять сейчас мы его где-то здесь увидим мы потащим потащим будем заряжать выхода другого нет а вон он кстати стоит эвакуатор вызывайте это конечно это конечно накладно ну хоть стоит пробочку не создает вот он нашли ладно сейчас подцепим значит повторяю да то что на телефон снимаем как что звука не очень многие не знают ноги лазят на новые машины смотрят еще там круг да за что цепляет ребят здесь ты заглушечка вкручивается специальный круг который находится в другой рядом ремкоплекта багажнике лежит вот таким образом он скручивается соответственно натянутся автомобиль старых автомобилях крюк у нас предусмотрен то есть вкручивать туда ничего не нужно так вот прошло два часа два часа приехали кстати зарядку нам переделали денег попросили зарядилась у нас машина до 30 30 процентов 37 километров 37 километров и 28 процентов это получается за полтора часа зарядилась вот на 37 километров 28 процентов это медленно зарядка была вот ладно сейчас попытаемся но и сейчас уже наверно завтра создаем до стоянки поставим ее на быструю зарядку чтобы наш подписчик да уже спокойно автовоза снял свой автомобиль так мы в продолжении вчерашнюю тему да вот с нашим с нашим лифом вчера зарядили как вы помните до 37 пока ехали вчера домой по пробкам вот скушала немножко то сейчас осталось у нас километража 28 километров ну понятно то что это мало до машин придет в другой город на автовозе не зарядок ничего подписчику нашему ехать непонятно сколько поэтому поэтому еще раз едем на зарядку сейчас сделаем уже быстро зарядка под объем наверно километров до 100 вот и отгоним автомобиль в транспортную компанию так друзья показные в пробочке дано на светофоре значит у нас утром время без 5 9 вот эти часы можете не смотреть они не настроены неправильно показывают сейчас скинули километраж скинули километраж только что вот загорелся зеленый поехали только что так осторожно нету трамвая нету было 28 километров до проехали там 200 метров стало уже уже 27 километров скинули еще раз повторяю скинули trip а сейчас посмотрим сколько проедем по факту да и сколько у нас останется километража у нас утро пробки мне дорога от дома до работы занимает буквально на машине пять минут сегодня я ехал целых 40 минут потому что там перекопали там перекопали там что-то делают монтируют короче говоря реально блин город город стоит практически весь колом пробки 9 вольные вот но в основном это все стоит в центр нам сейчас не в центра как вам сказать немножко немножко в другую сторону поэтому пробки с той стороны откуда мы сейчас с вами едем можете вот наблюдать да то что все что все стоит от проехали 600 метров 600 метров же 24 километра как бы ехал я там 50 километров до вода лет 600 метров ехали мы в гору километраж падает у нас на глазах он ведь уже уже 23 скорость 56 ладно едем да недолго пришлось радоваться встали мы в пробку все стоит кстати вот буквально через 50 метров это то место где где вчера мы заглохли не заглохли даха где у нас села батарейка на этом автомобиле вот смотрите уже уже 21 километр остался в общем ребят я вам скажу так электричку я себе не куплю значит проехали ровно четыре километра четыре километра было 28 ладно там 27 ушло у нас 10 километров но я не знаю это просто это короче просто жесть ладно приехали на зарядку зарядку сейчас поставим под набьем до соточки и поедем в транспортную зарядка оказалось это я со стороны просто не видел за то что она медленная очень простояли простояли полтора часа вот 51 километр время больше нету на этом все зарядка у нас закончена авторынок зеленый угол солнце светит холодно ветер toyota corolla филдер гибрид передний привод 685 тысяч рейлинги хорошая комплектация передний привод повторяя многие просто просят говорит да какой автомобиль на данный момент продается передний привод привод либо 4 воды далее honda fit гибрид 4 воды 770 тысяч есть передний привод есть не гибрид 4 воды nissan x-trail 14 год 2 литра 4 воды мультируль подогрев сидений судя по надписи 1 миллион двести пятьдесят три тысячи рублей кикарчик honda салон трансформер салон трансформер цены 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 445 тысяч рублей toyota pro box сакси то же самое грузоподъем из 400 килограмм на штамповках на летней резине 15 год передний привод автомобиль цена к сожалению не указано лежит аукционный лист три с половиной балла 59 тысяч замены переднего левого крыла дают аква полноценный гибрид от тойоты алинзованные фары гибрид полтора литра аукцион 4 балла цена друзья к сожалению тоже не написано и да и сейчас посмотрим сколько стоит n wagon розовый цвет зимняя резина стоит многие удивляются почему зимняя резина стоит пишите в комментариях как вы думаете почему летом автомобили продаются на зимней резине так цены тоже нету автомобиль 4 в.д. д.с. четырнадцатый год highway star тоже нету пойдем искать пойдемте искать цен ценники на автомобиле toyota пасса четырнадцатый год мотор 1 литр передний привод автомат пробег 41 тысяча триста девяносто пять тысяч рублей пасек открытый передний передние сиденья у нас идут диваном есть где раздельные идут есть на климат-контроле данный автомобиль идет на крутилочках на включалках туда же смотрите кузов до промерокирован то есть на стеклах выбит номер кузова автомобиля метелочки автомобили все труд натирают полируют багажник кстати запаска импреза 4 воды рейлинги задний дворник метла тоже зимняя резина родную субаровская литье размер 205 50 на 17 по бокам обвеса бесключевой доступ автомобиль тоже открыта машина кнопка старт-стоп сиденье с кожаными вставками полный мультируль идет эти машинка загорелась кстати о люк с люком автомобиль вместо довольно много автомобиля так далее у нас стоит не станут в черном цвете уже идет рестайл рестайл 533 тысячи стоит автомобиль nissan x-trail 15 4 воды 1 миллион двести восемьдесят семь тысяч четыре с половиной балла subaru forester 2013 год белый перламутровый цвет автомобиль 4d комплектация с к это очень хорошая комплектация литье на 18 1 миллион сто девяносто восемь тысяч toyota vids 15 год мотора 1 литр 478 тысяч еще один пасек 14 год тоже литровый они есть хановской комплектации где мотор 1 и 3 4 воды 407 тысяч рублей машина закрыта nissan сирена 12 год мотор 2 литра есть гибридной версии автомобиля на гибрид не полноценно есть передний привод есть 4 воды данный автомобиль передний привод в передний привод семьсот восемьдесят пять тысяч еще один ноут красный цвет на штамповках тоже рестайл мотор 12 пробег 31 тысяча 4 bb 535 тысяч есть turbo есть нет turbo есть на климат-контроля toyota port и портать четырнадцатый год полтора литра 4 воды естественно есть передний привод полтора литра еще раз повторяю на литье на зимней резине установлены туманки боковая дверь 1 сдвижная мужчина сил аккумулятор такой минивэн семейный неполноценный конечно минивэн данное место очень много в автомобиле вариатор включалка печки боковая дверь еще раз повторяя сдвижная здесь образуется огромное пространство здесь имеется возможность пройти на второй ряд сидений вместо автомобиле очень много дверь боковая вот это идет электро 14 год 595 тысяч subaru forester двухлитровый все душитные идут бензин автомат комплектация из break x break это одна из лучших комплектаций родное литье тоже на зимней резине что-то на сегодня основная масса автомобилей все ребят идут на зимней резине закрытый доступ с рейлингами резина зимняя но смотрите она практически новая то есть она идет она идет с ли мельками минивэн фрид есть free spike это фрид гибридная версия автомобиля на родном литье на летней резине обвес есть не гибридные версии есть автомобили 4 воды есть разные комплектации по салону вот это практически максимальная комплектация полный мультируль кожаный климат-контроль две электро двери отключение антибукса подогревы круиз-контроль плюс гибрид подлокотники проход на второй ряд сидений то есть допустим чем так тут тоже аккумулятор сел да не можем открыть мы двери остальные чем отличается фрид от спайка допустим фриды да они идут им 7 8 местные сзади вот стоят два капитанских кресла есть где сплошная сидушка ну и самое такое отличие это то что в спайке да в спайке можно сделать ровный пол сзади в африде к сожалению ровный пол сделать не получится стоит автомобиль так давайте выйдем посмотрим стоит автомобиля 720 тысяч 14 год до написано это максимальная комплектация далее идет тоже полноценный гибрид от тойота это toyota prius альфа toyota prius альфа багажник такой здоровый у него на родном литье вот это вот идет литье да но поверх литья одевается колпаки не знаю зачем это придумали японцы это идет с завода хромированные ручки автомобиль с глонасом где посмотрим сколько стоит 14 год 18 они все моторы идут 18 машины все идут переднеприводные 878 тысяч естественно электростеклоподъемники управления зеркалами регулировка центральный замок кожаный руль бардачок вот такой вот автомобильчик локационники не вижу четырнадцатый год 878 тысяч рядом toyota пасса 16 год литровый мотор бензин автомат сиди есть воды есть передний привод аукцион три с половиной балла отсюда вижу туманку установлены пробег 58 тысяч по кузову целый автомобиль возможно под красит возможно нет заднего левого крыла там нужно смотреть туманки летняя резина на штамповках тоже бесключевой доступ передние сиденья идут диваном салон конечно изменился по сравнению со старым пасеком намного стал интереснее симпатичнее функциональнее ну и по объему тоже увеличился так вот кто-то меня просил узнать как складываются сидушки пасеки именно второй задний ряд буквально недавно это было сейчас посмотрим ребят но здесь получается просто откидывается спинка 1 2 все то с ровного пола нету багажник естественно увеличивается и вместо ставим все пола вот такая вот toyota toyota паса за пасеком стоит aqua 15 год полтора литра четыре с половиной балла 645 тысяч кстати да ну а к мы сейчас проверяли машина машина соответствует аукционному листу пробег восемьдесят четыре тысячи без крашеных элементов но с небольшими косяками в плане мелкие сколы на бампере притертость все это указано в аукционике как бы небольшие такие царапины по солому тоже ну а не присутствует некоторые выбирают между honda fit гибрид и toyota aqua фитон знаете какой-то вот так посимпатичнее посовременнее выглядит но он и подороже вонючку кто-то уже прилепился на кнопка старт туманочки становились здесь уже 15 год с комплектация 4 с половиной балла 645 тысяч рядом toyota corolla аксио автомобиль 4 воды седан как видите летняя резина без литья открыто эти по стоимости сначала 15 год 4 воды 678 тысяч стоит машина понимаю здесь уже налепили для красоты пластик автоматический подъемник светлый салон здесь у нас два бардачка идет сегодня какой-то лежит выцвел уже варик вариатор салон чисто ухоженный посмотрите объем багажника да здрасьте здрасьте саму столбу что скажет он как раз как раз на камеру сегодня пока но я вас подписчик уже больше года тут решил сам посмотреть а завтра наверняка буду вам звонить о помощи звоните к хорошему моему этом я всегда лайкуются такое спасибо звоните поможем так ребят вот встретили наших подписчиков обсудили попросили помощи завтра будем ходить выбирать им автомобиль так еще toyota corolla аксио уже рестайл 675 тысяч рублей я так понимаю это это не гибрид это не гибрид понятно что это не гибрид вода не вода не написано сейчас посмотрим снизу а вот видите 4 до автомобиля идет 4 4 воды вот уже аксио стоит гибридной версии 15 год полтора литра семьсот двадцать пять тысяч тоже автомобиль уже идет рестайл а по далее стоит toyota изи с автомобиль 2014 года мотор 18 есть двухлитровые агрегаты 4 в.д. цена цена к сожалению здесь не указано аукционный лист три с половиной балла 125 тысяч пробег на автомобиле вот стоят рабочие автомобили про бокс и про бокс и 15 год полтора литра все полтора литра идут есть 1 и 3 так 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 527 тысяч рублей 527 тысяч рублей сто тридцать одна тысяча пробег ладно синий цвет синий цвет тут не написано сзади лейбочки нет автомобиль 4 воды или нет грузоподъем из 400 килограмм автомобиль 4 в.д. 4 в.д. 15 год полтора литра 618 тысяч вон черный стоит давайте посмотрим черный цвет полтора литра ты из комплектация ценника нету без цены нам не интересен такой автомобиль стоит супер модная aqua в обвесе моделиста если я не ошибаюсь 640 нет 608 нет ребят я могу ошибаться сколько она стоит не помню еще стоит один филдер гибридная версия автомобиля с рейлингами задняя дверь идет пластмасса сейчас тоже а сколько стоит филдер подскажи пожалуйста 765 тысяч рублей джек комплектация топор бокс в белом цвете на штамповках оба родное полтора литра автомобиль шестнадцатый год открытый сзади лавочка такая идет можно так назвать камеры заднего вида нету кстати не проблему это можно установить цена вопроса там полторы две тысячи рублей и смотрите состояние салона да это идет как рабочий автомобиль вот пластмасса вот это вот обшивка на не поцарапано там не дыряво не пошарпана аккуратно японец ездил на автомобиль смотрите вот про бокс да вот саксид автомобили одинаковые здесь я неплохая комплектация два электро стеклоподъемника есть на крутилках аукцион лежит 4 балла кузов целый нет замена задней двери двери багажника 560 тысяч желт комплектация вот он про бокс 15 год полтора литра 530 тысяч про бокс аксид одинаковая он открывается да ладно не стесняйтесь выдавайте мне ключик я открою ведь и все все то же самое почти он идет на веслах закрыли десрукс комплектация highway star а он открывается бесключевой доступ смотрите машина открылась то зеркало сами они разложились стоит автомобиль 435 тысяч переднее сидение диваном подлокотник климат на камерах 4 камеры пробег сто две тысячи четыреста тридцать пять тысяч боковые двери электро две работают сидение у нас двигаются тем самым величина багажное отделение это у нас стоит вид серый цвет литровый 15 год сколько вид стоит четыреста восемьдесят пять тысяч четыре балла сколько пробег 82 от его дали стек лежит четыре балла 86 тысяч пробег по кузову покраски передней передней левой двери в принципе в принципе все автомобильные вариаторы запаска не отойдет ремкомплект насос на жидкость на сегодня все всем пока все всем пока